Детский сад 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 о необходимости своевременно приводить в порядок крыши домов. Не дай бог, чтобы чего-то подобного не произошло у нас. Поэтому нужно своевременно все эти работы проводить. И Олег Геннадьевич, постоянно смотрите, проезжайте. Если кто-то сам не понимает, значит подсказывайте, требуйте, чтобы все эти вещи убирались. Печальный пример бездействия коммунальщиков Бердска стал стимулом к работе далеко не всех. Многие управляющие компании и предприниматели Бийска продолжают выращивать на крышах ледяные глыбы и сосульки. Не пугают их ни реальная опасность для жителей, ни денежные штрафы. Отметимо контролируют этот вопрос специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства. За две недели они выписали нерадивым обслуживающим организациям и бизнесменам больше 50 предписаний на устранение наледи. Однако часть нарушителей это проигнорировали. За несоблюдение правил благоустройства им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сейчас около 10 протоколов направлено на рассмотрение в административную комиссию. Бийчанам недостаточно освещения. В последнее время все больше горожан жалуются. Уличные фонари гаснут раньше времени. То, что Наукоград один из самых темных городов страны, подтверждает исследования Питерского института. Среди сотни крупных муниципалитетов Бийск на предпоследнем месте. В нашем городе график включения уличного освещения корректируется с учетом продолжительности светового дня. Утром фонари горят примерно 2,5 часа. В вечернее время немного больше. По расписанию городские лампы гаснут ориентировочно в 22 часа. Но этого, по мнению бийчан, недостаточно. Отключать уличное освещение в ночное время недопустимо. Эта норма четко прописана в федеральном документе. Однако некоторые муниципалитеты внедряют свои правила благоустройства. В первую очередь это связано с ограниченностью бюджета. И даже так деньги не всегда тратятся эффективно. Свет от некоторых фонарей не доходит до земли, а освещает только пространство вокруг себя. Добавим, что предыдущие два года ежегодно из муниципальной казны на освещение городских улиц тратилось порядка 10 миллионов рублей. В этом году финансирование сократилось. Если мы сделаем так, как просят жители, просто к концу года мы останемся без финансирования. То есть вообще не сможем включать. То есть нам выделили сумму, согласно светового дня, норме вот этой. Мы сделали вот самое, когда люди идут в школу, на работу. Мы постарались вот эти часы по максимуму зацепить. А вот считают ли бейчане свой город темным, узнала наш корреспондент Евгения Ижутова. Придовольны ли вы качеством уличного городского освещения? Нет. Вообще не освещается. А здесь у нас на АБ темно, как не знаю где. Вечером это бесполезно. Ну в 9 и даже в 10 бывает, что мы прогуливаемся перед сном. Свет горит. Я на машине езжу. Мне хватает. У нас, по-моему, они вообще не светят. Это 100%, потому что частенько с работы возвращаюсь поздно. Ну не знаю, хватает так-то в принципе. Ну у нас на квартале вроде бы нормально. Ну иногда бывает так перебои, но очень редко. Ничего, по-моему, у нас там ничего, кем на такурком. У нас освещается улица. Здесь у нас вот наша улица освещается, да. Постоянно. А говорят, что есть такие места, что очень плохо. Иногда довольны, иногда нет. Не всегда. То есть, ну бывает, что плохое как бы освещение. Мы с ребенком на танцы ездим, приезжаем в 9 вечера. Ну у нас здесь горит освещение. Очень редко где есть освещение. Это ужасно. Все ноги переломаешь, особенно если с детьми, то это вообще ужас. Бейск в аутсайдерах. Собираемость взносов на капремонт в нашем городе ниже, чем в среднем по региону. В том же Рубцовске горожане платят активнее. Но более исполнительные в этом плане барнаульцы. С чем связано, что в Бийске такая собираемость платежей, никто не говорит. В среднем каждый месяц бейчане на счет регионального оператора перечисляют порядка 80% от начисленной суммы. В то время как в краевой столице собираемость составляет более 90%. Добавим, что плата за капитальный ремонт является обязательным платежом и включена в квартплату. С этого года размер взносов изменился, но ненамного. Так, бейчане, проживающие в панельной пятиэтажке в однокомнатной квартире площадью 31 квадратный метр, в среднем будут платить на 8 рублей больше, чем в 2016. Дом номер 90 по улице Разина на этот год попал в программу капитального ремонта. Но только ремонт кровли сейчас под большим вопросом. Четырехэтажка, можно сказать, находится в аварийном состоянии. Управляющая компания, которая обслуживает дом номер 90 по улице Разина, уже заявила, что многоэтажка нуждается в расселении. В срочном порядке там нужно проводить реконструкцию. По зданию идет большая трещина. И высыпаются кирпичи. Отметим, что этот дом был построен 57 лет назад. И когда здесь проводился капитальный ремонт, нигде не указано. На этот год запланирован ремонт крыши. Будет ли он произведен, пока под большим вопросом. Нужно дождаться решения специальной комиссии. Сейчас это решается на краевом уровне признание дома аварийным. То есть там, если вы были, высыпается уже кирпичная кладка, там идет трещина по дому. То есть он нуждается в срочном расселении. Нами было написано обращение в администрацию города, чтобы жильцов расселяли. Лидия Громогласова вновь возглавила рейтинг упоминаемости депутатов Бийской городской думы. Мониторинг провели корреспонденты газеты «Бийский рабочий». Они проанализировали все упоминания депутатов в городских и краевых интернет-СМИ за декабрь. Всего в рейтинге 30 депутатов Думы Бийска. И четверо из них оказались в тройке лидеров. Третье место разделили два человека. Председатель бюджетного комитета Думы города Александр Зорих и член комитета по бюджету налоговой и кредитной политики Владимир Ример. У них по 8 упоминаний в интернет-СМИ. Формирование бюджета города в прошлом месяце была самой востребованной темой. В связи с ней поднялся на вторую строчку рейтинга член комитета Думы города по ЖКХ и транспорту Юрий Голунов. В интернет-изданиях у него 9 упоминаний. На первой строчке медиарейтинга по-прежнему остается председатель Думы Бийска, глава города Лидия Громогласова. Ее упоминали не только в связи с думскими делами, но и городскими событиями, в том числе предновогодними, а также чествованием победителей конкурса «Чудо рук женских». Стоит отметить, что депутатский медиарейтинг нужен для того, чтобы проследить активность депутатов в политической и социальной жизни города. Более 5 миллионов российских учащихся в высших и средних учебных заведениях сегодня отмечают День студента или Татьянин день. По всей стране прошли праздничные мероприятия. И в учебных заведениях Бийска тоже. Студенты колледжа промышленных технологий и бизнеса сегодня в фойе учебного заведения устроили флешмоб. Исполнили студенческие песни и провели несколько конкурсов. А затем приняли участие в квесте. Испытания были интеллектуальные и шуточные. Студенты разгадывали загадки и ребусы. Участвовали в музыкальном конкурсе и играх. Мероприятия в форме квеста в колледже проводят уже не в первый раз. Профориентационные знакомства будущих студентов с учебным заведением проходят в точно таком же формате. Команда победителя получила сертификат, дающий право на высшую оценку по какому-либо предмету. Однако сегодня студенты колледжа не только развлекались. Сегодня наши ребята защищались по профессиональной подготовке, которая называлась «Мастер по переработке молока и молочной продукции». Вот сегодня эта группа, они обучаются по программе начального профессионального. Сегодня у них как раз была защита. Комедия с элементами абсурда вызвала противоречивые мнения убийской публики. Напомним, драматический театр 130-й сезона открыл нетипичный для себя спектакль. Это английская комедия с кубинскими отголосками. Постановку «Мама Чао» уже успели оценить тысячи театралов. Как призрак на цыпочках стал мамой – далее в сюжете. Англия 70-х годов. Степенная, манерная и выдержанная. Но привычный уклад жизни добропорядочного бизнесмена резко меняет смертельный диагноз. И джентльмен средних лет Барни решает податься во все тяжкие. У него есть год, максимум полтора, чтобы найти свое призрачное счастье и наверстать упущенное. Сама сложность, понимаете, все строится на одном персонаже. Вот именно один главный герой. И он как детонатор действия. И здесь все остальные идут как… Они должны звучать как ансамбль в помощь солисту. Вот эта вот штука. А ее очень сложно добиться. И я скажу, что мы еще не все нашли. Это работа на большую перспективу вперед, на спектакль, на вырост. «Мама Чао» – единственная пьеса в репертуаре бийского храма искусств, в центре которой один человек, а не семейная пара. Все события разворачиваются вокруг главного героя Барни и в исполнении Юрия Пашинина. Актер настолько вжился в роль, что зрители вместе с ним готовы плакать от горя и смеяться от счастья. Я тебя прошу, не переживай, пока ничего не говори. А когда шок пройдет, мы с тобой все тихо, спокойно обсудим и достойно подготовимся к этому дню. А пока сделай вид, что я тебе ничего не говорю. До свидания, дорогой. Я же еще не ухожу. Не уходишь? А ты что, ты меня поцеловал? Идея постановки пьесы Роберта Марлея «Призрак на цыпочках» появилась у Михаила Вороновского еще два года назад. Реализовать задумки удалось только этой осенью. Работа над спектаклем началась в сентябре. И вот новый театральный сезон открыла английская комедия с авторским названием «Мама Чао». Почему-то «Призрак на цыпочках» меня не очень устраивал, потому что как-то не туда. Да, наша история не об этом. То есть там есть часть этого, но несколько не то. А «Мама Чао» – это песня итальянских партизан. И все патриотические песни, они ассоциировались с Кубой. А здесь «Остров свободы» спектакль присутствует. И как-то раз-раз-раз срослось, и я не пожалел, что мы переименовали. Спектакль объединил на одной сцене уже маститых артистов. Таких, как Светлана Елизарова, Инга Вороновская, Артем Фоменко. И молодых актеров. Святослава Токаренко, Анастасию Осинцеву, Людмилу Евтушенко. Двухчасовое представление получилось поистине английским. Немного абсурдным и весьма зрелищным. Анастасия Исаева, Сергей Доровских, Будни. Единая транспортная карта принимается на всех видах городского транспорта «Бийска». Приобрести ее можно в специальных пунктах продажи. При входе в автобус или трамвай предъявите карту кондуктору. И с помощью специального устройства с нее будет списана стоимость проезда. Пополнить транспортную карту можно через расчетные центры системы «Город», устройство самообслуживания «Кьюикпэй» или через Сбербанк России. Оплачивайте проезд. Быстро, выгодно, удобно. И о погоде. Завтра, 26 января, в Бийске будет пасмурно и снежно. Ветер западный, переходящий в юго-западный, умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. А вот магнитосфера будет спокойная. Температура ночью минус 7, минус 9, днем от 5 до 7 градусов мороза. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и поздравляю всех студентов и Татьян с праздником. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова